Особое мнение на 101FM Состоянок, где православные активисты Собирают вот эти подписи Со всех, кто идет Кто был В ходе А их там было почти 30 тысяч А в Великолецкое приехало еще больше людей Как ты относишься к этой Инициативе православных активистов Правильно ли они делают, что собирают подписи У верующих И будут ли они легитимными Самое главное Действительно, насколько я увидел В публичном информационном пространстве Эта тема достаточно актуальна Ее много сейчас кто обсуждает С точки зрения того Правильно ли делают и как они это делают Но технологически Безусловно, они правильно делают Что собирают подписи у так называемой Целевой аудитории А те люди, которые идут в крестном В крестном ходе Они, естественно, это целевая аудитория Это те люди, которые безусловно поддерживают Эту инициативу Скорее всего, в большинстве своем И православные активисты делают Технологически правильные вещи Что касается непосредственно Самой идеи установки Вот этого памятника Моя позиция по этому вопросу следующая Что вообще установка любого Архитектурного, культурного Объекта на территории города Кирова Она должна все-таки иметь И носить публичный характер Она должна обсуждаться Если какой-то предприниматель Вдруг ни с того ни с сего Имея копеечку в кармане Захотел установить какой-либо памятник Может быть самому себе Может быть космонавту Может быть светоному какому-то Может быть танк он хочет поставить на постамент И захотел он установить На центральной площади города Кирова На театральной площади Как колесо обозрения Наверное, мы такого, мне кажется Допустить не должны А та территория, которая была заявлена Активистами Это все-таки одно из самых публичных И самых посещаемых мест в нашем городе Набережная Грина Набережная Грина, да Значит, это одно из самых посещаемых мест И поэтому все-таки Если мы говорим о таком публичном пространстве Мы должны это делать сообща И делать это коллективно Поэтому вот та формулировка Что мы захотели поставить У нас есть деньги Поэтому денег мы с города просить не будем Поэтому мы все-таки этот памятник поставим Такая позиция неправильна Она не должна звучать Что касается непосредственно Самой скульптуры Вот этой формы архитектурной Значит, тоже вызывает очень много вопросов У кировчан Ведь не все положительно относятся К Николаю II как к руководителю Далеко не все к нему положительно относятся Те, кто знают историю Те, кто понимают историю Прекрасно знают, что и много негативного было связано С этим государственным деятелем Поэтому вот такое разобщение в обществе Вводить инициативой отдельных граждан Мне кажется, не стоит Это вот моя такая позиция Что эта скульптура Она нашла бы свое применение И нашла бы свое место на территории Какого-то духовного учреждения На земельном участке той же Вятской епархии Ведь у епархии немало и объектов Немало земельных участков Где есть паломники Где есть публика Которая заинтересована в том Чтобы видеть вот такие Культурные там арт-объекты Как это можно назвать Как это можно выразиться Поэтому, мне кажется, все-таки на этом месте Должна находиться скульптура Отличная от культовых скульптур Вот моя позиция такая И эту позицию должен озвучить город Муниципалитет Все-таки земля муниципальная Поэтому, например, муниципальные депутаты Как представители всех кировчан Все-таки они должны какую-то позицию-то занимать И какую-то позицию иметь А вот с молчаливого согласия И с заявки лишь одной группы граждан Давать согласие На установку такому спорному памятнику Мне кажется, городской думе Городской администрации не стоит Городская дума в лице комиссии Соответствующей профильной Имела свою позицию Они сразу же приняли это предложение РПЦ И согласовали выдвижение этого вопроса На Гордуму И сказали, что да, хорошо, пускай устанавливают И только Илья Шульгин попросил Гордуму Этот вопрос убрать из повестки дня Для того, чтобы прошло общественное обсуждение Вот такая позиция ваших коллег По нынешней думе была Как вы ее оцениваете? Да я вообще позицию многих моих коллег По нынешней думе городской оцениваю Достаточно неудовлетворительно С точки зрения того, что Не каждый из депутатов имеет собственную позицию Не каждый из депутатов может отстаивать свою позицию Потому что многие из действующих депутатов Представляют интересы конкретных коммерческих структур Конкретных заводов и предприятий Поэтому людям не досуг Какие-то в публичные дискуссии вступать Шульгин правильно сделал? Я думаю, что в данной ситуации Глава администрации поступил совершенно верно И вынес этот вопрос на публичную дискуссию И вот здесь на публичной дискуссии Вы считаете приемлемо? Можно принимать вот эти подписи Которые были собраны в течение Великорецкого окрестного хода Или они все-таки нелегитимны? Ну, я думаю, любые подписи В поддержку чего-либо Они всегда легитимны Потому что это люди Вопрос заключается в том, что Много иногородних граждан Идут в этом крестном ходу Поэтому принимать решение Жителя Челябинска По поводу установки этого памятника На территории города Кирова Может быть не совсем правильно и корректно Но с точки зрения непосредственного Вот этого документа Вот этих подписей Мне кажется Все-таки активисты должны Их предоставить И они имеют на это полное право Поэтому ничего в этом страшного нет Вопрос заключается в том, что Еще раз повторяю Что такая спорная Спорная фигура Спорная скульптура Все-таки не должна Раскалывать общество Это точно такой же вопрос Как вопрос о переименовании Кирова в вятку Ведь нет четкого большинства Ни у той, ни у другой стороны Здесь то же самое Зачем в условиях Когда в Кировской области В городе Кирове Ну тотальный экономический Да я бы даже сказал Уже и политический кризис Зачем еще социальный кризис Навязывать Ну мне кажется Это не совсем к месту Сейчас Не точно не в это время Алексей Кузьмин Депутат Кировской городской думы Пятого созыва Предприниматель Еще по памятнику Хотите добавить? Буквально такое мнение У нас сейчас вообще На сегодняшний день Общество Настолько Милитаризировано И настолько верующее Что у нас Люди готовы Поддержать установку Памятников Танку В каждом квартале На постаменте Или устанавливать Святых В каждом дворе Жилого дома Поэтому Безусловно Все-таки Ситуация такая Что большинство Эту инициативу Скорее всего И поддержат И мы зря говорим О том Что есть Целая армия Противников Наверное Не будет таких Ярых противников Вот этому памятнику Вот этому постаменту Потому что Люди будут говорить Город Настолько не очень красивый Мягко говоря Что любая скульптура Любой арт-объект Или Культурный объект Они будут только Украшать И не важно Что изображено На этом объекте А вы лично согласны С такой позицией Я не согласен Безусловно Вот я об этом и говорю Алексей Кузьминов В программе Особое мнение В прошлую пятницу На встрече с журналистами Губернатор Кировской области Игорь Васильев Заявил Что будет подписано Соглашение С авиакомпанией Победа И Победа вернется в Киров Ну Верю-не верю Раз уж на то пошло Раз уж на то пошло Это хотя бы хорошая информация Весьма хороший информационный повод Очень хотелось бы Чтобы этот информационный повод Закончился Подписанием соглашения Соглашением О взаимодействии Между Победиловой И Победой Очень-таки Созвучено название Да Значит У меня есть Правда информация Что Возможно Даже если Все-таки Победа Зайдет В наш экономический Невыгодный С точки зрения Коммерции Регион И будет осуществлять Полеты в Москву Санкт-Петербург В Сочи В Крым То цены Будут отличаться От тех цен Которые были у нас До того Когда она работала Когда можно было Купить билет До Москвы От тысячи до двух с половиной Все верно Да Значит В Петербург Можно было За полторы тысячи рублей Слетать Да Были такие цены Потому что Были преференции Были скидки В аэропорту Обслуживания Поэтому Не знаю Пойдет ли Победа На этот шаг И будет ли Подписывать для себя Экономически Нецелесообразное Соглашение О таких ценах Ну Здесь вопрос К сожалению Мы этот вопрос Точно пока еще не знаем Мы не знаем Вообще Насколько Активная фаза Этих переговоров Если честно Потому что Как мне Рассказывают Знакомая Из Знакомая С этой ситуацией Что Переговоры Это в достаточно Мягкой Начальной стадии Только Проходят В таком случае Зачем От подписания Контракта Ну пока Мало кто Говорит А зачем Тогда Игорь Васильев Делает такое Открытое заявление На встрече с кировскими Журналистами Выражаясь Достаточно Определенно Что победа Вернется Ну я думаю У Игоря Васильева Конечно больше Источников информации И он сам Источник информации Поэтому я думаю Он больше осведомлен И делает Вполне себе Серьезный информационный Повод Долгие Долгое время Ну собственно Все время Пока Игорь Васильев Был на посту Ему задавали этот вопрос И он всегда говорил Что победа Акула Она значит Диктует свои условия Нам такую победу Не надо Никогда Ни за что И вдруг Полностью меняется Риторика На вопрос Журналистов Вы говорили Что у нас Не было никаких условий Для работы С победой Выгодных Он сказал Что сейчас появились Ничего не поясняя Еще раз повторяю Свой вопрос Почему сейчас В этот момент Игорь Васильев Делает Вот такое заявление Пока что Без всяких Там да Не показал Никакие карты Без всяких объяснений Вдруг полностью На 180 градусов Меняется позиция Ну мое мнение По этому вопросу Оно Предельно Предельно Пропал перевозчик Саратовской авиалинии Этот перевозчик Последнее По крайней мере Время Занимал Лидирующие позиции В кировских перелетах Поэтому Раз перевозчик Пропадает Пропадают его цены Ну естественно Население Жителей города Кирова Там В всей Кировской области Недовольны такой ситуацией Естественно Мало кого Мало кого радует Такая Такая возможность Путешествовать до Москвы Исключительно поездом Либо на автомобиле Многие современные Современные Кировчане Предпочитают Исключительно Авиаперелеты А сейчас Они стоят От 8 тысяч рублей До Москвы Ну я не знаю Там даже Даже бизнесмену Слетать в командировку Туда обратно На день На два Это уже достаточно накладно Причем любому бизнесмену И поэтому Говорить о том Что Кировчане Просто обрадовались Такой ситуации Когда Киров Победилова Опустела И пассажиропоток Опустел Я не думаю Что кто-то Этому обрадовался И чтобы Может быть Нивелировать Вот эту Возникающую Социальную напряженность Естественно Власть Правительства Находит способы Для того Чтобы решить Эту авиационную проблему Это особое мнение Программа Сейчас прервемся На полминуты И вернемся Сюда С Алексеем Кузьминым Особое мнение На 101FM Возвращаемся В программу Особое мнение У микрофона Сегодня работает Светлана Занько Своё особое мнение Высказывает Депутат Городской думы Пятого созыва Алексей Кузьмин Вот вчера Здесь же В этой студии Вице-спикер Областного законодательного Собрания Роман Титов Мы продолжаем тему С Победилова Обсуждать Заявил Что Заявление о том Что Победа вернется Может быть связано С ситуацией В аэропорту Победилова Надо поддерживать предприятие Не только вливаниями Из бюджета Потому что ситуация Крайне критическая И даже хуже Он назвал её В этом вопросе Я безусловно Поддерживаю Титова Его позицию Что Сам аэропорт Надо спасать Там же есть пожарная часть Там есть диспетчеры Там есть Хосблок Там есть охрана Которая Работает Независимо от того Летают там самолёты Или не летают Есть пассажиропоток Или нет Всю эту армию сотрудников Колоссальные имущественные фонды Надо поддерживать В рабочем состоянии Постоянно вливать туда Бюджетные деньги Но это И так она Бездонная бочка Всю жизнь была Мне кажется Уже бюджет Не способен Что касается Победы У которой длинный Длинный лист ожидания Как мы знаем Которая ещё до недавнего времени Буквально на прошлой неделе Не подтверждала сведения Что они рассматривают Заявку от Кировской области И не говорила Что мы там В этом листе Имеем хоть какую-то позицию Мы помним Как она приходила В Киров Она приходила Под личное обещание Основание И приглашение Экс-губернатора Кировской области Никиты Белых И мы помним Как продлялся с ней контракт Белых сам летал К директору этой компании Он оттуда постил фотографии Показывал Что они жмут руки Что он договорился Лично И он использовал Какой-то свой личный ресурс Есть ли такой ресурс Личный У нынешнего губернатора Игоря Васильева Есть ли у него Для этого инструменты Ну Личный ресурс Есть или нет У Васильева К сожалению Я это не знаю Я знаю Что у Белых Безусловно Такой личный ресурс был И во многих Московских кабинетах Он всегда находил Общий язык В том числе И победу Действительно Он сюда Затащил за рукав Можно сказать Потому что Насколько Мне было известно Для победы Киров Кировская область Невыгодна С точки зрения Экономики регион Поэтому Эта авиакомпания Была сюда Приведена Под обещание Строительства Международного терминала Это первое Второе Вот-вот Была доделана Реконструкция Взлетно-посадочной Полосы Которая позволяла Садить уже Достаточно крупные Борты Класса Боинг И под обещание Вообще Наладить инфраструктуру Всего аэропорта Соответственно Если будет Качественная Авиационная Инфраструктура Там Диспетчерские пункты Пожарная часть И так далее И так далее Противогололедные Реагенты Машинки Автобусы И все остальное Техническая часть Технички Значит То и Победе будет выгодно Летать И у Победы Будет увеличиваться Пассажиропоток И мы видели Как Победа Летала с полными Самолетами Была полная загрузка Практически не было В этих условиях В этих условиях Которые вы сейчас Обозначаете Все-таки Верите Что она вернется В ближайшее время Как сказал Игорь Васильев Я все-таки На сегодняшний день Доверяю Словам Васильева Сказанным В публичное пространство Ну я не думаю Что Это было Сказано С кондачка И на основе Там Какого-то коммерческого Предложения Высланного По электронной почте Наверное все-таки Какие-то личные Переговоры Личные контакты Встречи И у Васильева И может быть У замгубернатора Поршнева Были Скорее всего Все-таки Какой-то контакт Налажен Надеюсь Что этим летом Уже кировчане Будут летать На новых Боингах А у Победы Это новые Боинги С качественным Обслуживанием И по низким ценам Продолжаем разговор Это программа Особое мнение Своё особое мнение Сегодня высказывает Алексей Кузьмин Вы вернулись Только что Из отпуска Спасибо Прошлись по улицам Города Кирова И заплакал Что случилось Ну потому что Да я вернулся Из отпуска И был еще Помимо этого В нескольких Рабочих командировках И в других городах И в других странах Поэтому Как только я прилетел В наш город Я заплакал От того Как же все-таки Неблагоустроен Наш город Какие у нас Дороги Какие у нас Тротуары Зеленое насаждение Фасады Зданий Какие Не совсем Веселые Улыбчивые Кировчане Ходят по улицам Ну и какая погода Поэтому Есть чем сравнивать И у меня Такое предложение Я уже его Озвучивал Не раз Всех бы Чиновников Муниципальных Областных Ну как-то Вот вывести бы На автобусе Или на самолете Этой же победой Вывести в какую-нибудь Европейскую страну Маломальский Маломальский Цивилизованную И показать Как нужно Благоустраивать Свою территорию Как нужно Заниматься Муниципалитетом Как решаются Проблемы Как слушают Людей Они принимают Да они все там были Алексей Они принимают Какие-то единоличные решения Они все летают Прекрасно в отпуск За свою немаленькую Зарплату И чудесно отдыхают В этих городах И ничего не происходит Тогда у меня вызывают Вопросы Почему ничего не происходит В нашем городе Почему при бюджете Достаточно неплохом бюджете Города Кирова Почти в 10 миллиардов рублей Город Киров Ну так непрезентабельно выглядит Ну с таким уровнем Благоустройства Ну вот ничего ведь не меняется А вам отвечает Депутат Ерохин Которого вы хорошо знаете Давайте послушаем Он говорит Что большинство чиновников Городминистрации Неэффективны На мой взгляд Говорит Денис У большинства Кировских чиновников Основная забота Прийти Сидеть с 8 до 17 часов И уйти А те кто готов Что-то сделать Что-то создать Таких единиц Я считаю Что как минимум Всех начальников управления Всех их замов Которые были При предыдущей власти Нужно поменять Поменяют или нет Это уже Шельгину принимать решение У меня на этот комментарий Есть свой комментарий Вот Мы этого и ждем С ноября месяца 2017 года В Кирове Новая администрация В Кирове Новая городская дума По сути Новая власть Муниципальная Поэтому Вот уже прошло Больше полугода Вот Вы и Светлана Тоже Один из самых Публичных И активных Общественников В нашем городе Вы Постоянно принимаете Участие В муниципальных Мероприятиях Ходите по улицам Нашего города Встречаетесь с людьми У вас очень много Контактов У меня тоже Есть контакты Тоже встречаюсь С людьми И вот Ни один Из этих Моих знакомых И наверное Может быть и ваших Знакомых Не говорит Что Киров Кардинально Преобразовался За эти полгода Киров Изменился В лучшую сторону Муниципальные Предприятия Стали лучше Работать Они Превратились В коррупционные Кормушки По выводу Бюджетных Денег Муниципальные Предприятия Стали перечислять Деньги Заработанные На госконтрактах Обратно в бюджет Города Кирова Так как Собственник Все-таки Является Город Киров Никто Особо не говорит Что Капремонт В жилых Домах Стал Изумительным Что людям Делают Качественный Водопровод Что у людей Отопление Не по Графику А вы считаете Что за полгода Вот этот весь Воз Который вы сейчас Перечисляете Можно было Изменить Да Я конечно Не считаю Илью Шульгина Петром первым Который способен Развернуть Страну В нашем случае Город В совершенно Другую сторону Повернуть Лицом К цивилизованному Миру И сделать это Достаточно быстро И кардинально Не считаю Что Илья Шульгин Способен На болоте Построить Красивый Санкт-Петербург Но Все-таки Илья Шульгин Приведя С собой Новую команду Как вы знаете В городской администрации Достаточно Много новых Лиц И на городе Много Новых Лиц Приведя С собой Команду Должен был Как-то Встрепенуть Этот город Встрепенуть Муниципальные Предприятия Встрепенуть Общественность Грамотнее Заниматься Бюджетом Экономическим Планированием Как-то Стратегически Мыслить По управлению Нашим городом Но все равно Управление Свелось К ручному Режиму Вот скажите Мне пожалуйста Чем отличается Стиль Руководства И управления Ильи Шульгина От предыдущего Главы администрации Перескокова Это точно Такое же Ручное управление Которое Работает Ситуитивно Я не говорю Что оно плохое Я не говорю Что оно плохое Но все-таки Муниципалитет Должен развиваться И работать Системно Эта система Должна быть Налажена Главой Руководителем Вы поддерживаете Или нет Предложение Дениса Ерохина Уволить Всех начальников И их замов Которые работали При предыдущей власти В городской администрации Я Я бы Немножко Перефразировал С фразу Сказанную Ерохином И Предложил бы Начать С увольнения Всего Менеджмента И руководства Всех Муниципальных Предприятий И обслуживающих Организаций Вот что-что А здесь Надо Провести Такую работу Потому что То колоссальное Болото Менеджерское Болото Которое И коррупционные Рассадники Которые мы с вами Видим И мы видим Это по уголовным делам Которые сейчас Возбуждаются Закрыть все мупы Ликвидировать У меня есть Предложение Вот сейчас Предложение После короткого Пожалуйста Особое мнение На 101 FM Это действительно Программа Особое мнение У микрофона Работает сегодня Светлана Занько Своё особое мнение Высказывает Депутат Городской думы Пятого созыва Предприниматель Алексей Кузьмин Итак Мы Ушли на перерыв На ваших словах У меня есть Предложение По поводу мупов Какое У меня есть Предложение Это предложение Неоднократно Я озвучивал На всех уровнях И публично Первое предложение У нас Есть одна и та же Городская проблема Муниципальная проблема Это Благоустройство Содержание И уборка Города Кирова Городских дорог Тротуаров Зелёных зон И так далее Значит Если у нас Год от года Уже 11 лет подряд А наверное вы можете посчитать Почему я называю именно Цифру 11 лет подряд Ну это 10 лет правления Владимира Васильевича Букова В том числе В том числе И предыдущих Глав администрации Господина Гранова И господина Перескокова Значит Уже На протяжении этого периода У нас Одна и та же проблема Это содержание В зимний период В летний период В зимний период У нас Не вывозится снег В зимний период Абсолютно Некачественно И неэффективно Обрабатываются Дороги Противогололёдными Реагентами В зимний период Совершенно не занимаются Второстепенными улицами Если магистрали Хоть с горем пополам Подрядчики там Успевают Какую-то технику Вывести Раскидать по обочинам Этот коричневый снег То второстепенные улицы Все вы знаете Превращаются в односторонние Хотя и двухсторонние движения Невозможно Ни парковаться Ни ездить Это в зимний период А в летний период Одна и та же проблема Это не вовремя Вывезенный Песок Из приладковой зоны Дорог Который остался От Самого неэффективного Продукта Песко-соляной смеси Пыльные бури От этого песка Газоны Которые Газонами уже Не назвать И земля Которая Растекается По тротуарам И по дорогам Абсолютно Отсутствие тротуарной сети Должным образом Некачественный Неэффективный Ямочный ремонт Городских магистралей И второстепенных улиц Так вот Предложение следующее И это предложение Мы достаточно активно Обсуждали С Омбудсменом Кировской области Господином Поповым Значит Предложение следующее Что на базе Сегодня АО Городор-Мострой На базе Дирекции Дорожного хозяйства Города Кирова И возможно Других профильных Организаций Городских Создать МБУ 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 Муниципально-бюджетное Учреждение Которое Является Некоммерческой Организацией То есть Если ГДМС Главная задача ГДМС Это все-таки Получение прибыли Соответственно Это работа В рыночных условиях По рыночным отношениям И когда ГДМС Бесконечно Требует Деньги С города Но городу Ничего не дает Замен Ни копейки Ни рубля И когда город Вынужден Упрашивать В рамках Муниципального Контракта Этот ГДМС Пожалуйста Уберите Вот эти улицы В рамках Вашего контракта Не запускайте Вот эти улицы Когда Глава администрации Вынужден Каждое утро В авральном режиме В ручном режиме Вызывать всех Субподрядчиков Этого ГДМС Для того Чтобы озадачить Их работой И Как Котят Потыкать Моськой Понятно куда Понятно куда Значит Ну чтобы Вот всей этой ситуации Избежать Есть опыт Других муниципалитетов Опыт Абсолютно Эффективный Работающий И грамотный В Москве Созданы Несколько ГБУ Это государственное Бюджетное Учреждение И МБУ Там муниципальное Бюджетное Учреждение В каких-то Из районов Значит Эти Учреждения Занимаются Подрядными Работами По содержанию И уборке Городских Дорог Вот например Там Похвастаюсь Там мы В том числе Моя компания Стала поставщиком Все что Светится Для одного Из ГБУ Московских Которые Обслуживают Ну практически Все Городские Магистрали Московские В том числе Там уличное Освещение Уборка Асфальта Там Ямочные Ремонты Там и так далее И так далее Понимаете Это не коммерческая Организация Они Выполняют работы По щелчку То есть Вот Не надо Им Тыкать В муниципальный Контракт Не надо им Говорить о том Что Вот у вас Столько-то тысяч Квадратных метров Если не дай бог Вы выполнили Большие работы Или наоборот Меньшие Короче говоря Не Тыкать им В лицо Муниципальный Контракт А делать Они все делают По щелчку По звонку По одному Совещанию В городской Администрации У вас В вашем Предложении Замечательном Есть Заложено уже Противоречию Потому что Мы только что Говорили Что городская Администрация Работает Неэффективно Чиновники И сотрудники В том числе И МУПов Работает Неэффективно Что гарантирует То что вновь Созданное ГБУ Как вы говорите МБУ Будет работать Эффективно И люди Все те же Вы же не Москвичей Сюда привезете Да вот Если честно Если уже Многие депутаты И многие Общественные Деятели Призывают Шульгина Уже Прислать сюда Команду Варягов На пазике Чтобы Команда Менеджеров Высадилась Захватила Все муниципальные Учреждения И предприятия Навела там Шороху Навела там Свои порядки Начала Эффективно работать Это конечно Мои розовые мечты Что все таки Так будет Так красиво Все будет Не факт Что закончится Тем что будет Эффективная работа А не закончится Тем что будет Просто захват Предприятий И контроль Финансовых потоков Значит Это мои розовые мечты Все таки Что так все Начнется И все таки Вот в это будет Предприятие Какую-то команду Профессионалов Опытных профессионалов То есть вы видите Проблему с этим Да Даже если форма Понятна То кто ее будет Наполнять Безусловно Это кадровый голод О котором говорит Шульгин Это не пустые слова А с какой стати ГДМС Который является Акционерным обществом Вдруг решит Отказаться От своих бизнес-амбиций Вы говорите На базе ГДМС В том числе Создать Учреждение Которое будет Муниципальным Ну естественно Есть юридические Правовые тонкости Вот такой инициативы Потому что Все таки Действительно АО ГДМС Главная задача В своей виде Это получение прибыли И цены у них Рыночные А иногда даже Выше рыночных То есть получается ГДМС-то выпадает Из этой схемы Подождите И технику они покупают И материалы они там покупают Но хочу вам напомнить Что 100% акций ГДМС Принадлежит Муниципалитету Город Киров Именно городская власть В праве принимать Любые решения Касающиеся Ее собственности В том числе акций А вы бы такое Учреждение Возглавить согласились бы? Да я бы Я вижу Я вижу эту проблему Я бы с удовольствием Возглавил бы Эту организацию Эту предприятие Потому что Ну уже сил нет терпеть Смотреть на это благоустройство На этот На этот Кадровый Кадровый голод Который в нашем городе Происходит Ну вот Если бы предложили Но пока никто Мне ничего В этом вопросе Не предлагает Зато Вас выдвинули Недавно В члены Общественной Палаты Кайровской области Правда Вы не прошли Прошел совершенно Другой человек Вот Вообще Совсем По всем параметрам Другой человек Но вы-то зачем Вы-то зачем Туда Хотели На 4 оставшихся Месяца Работы этого Ситуация была такая Что Ну скажем так Партия Справедливая Россия Имела возможность Выдвинуть своего Кандидата От ЗАГС Собрания В общественную Палату Мне предложили Я в принципе Согласился Потому что Да и так Всегда занимаюсь Общественной Политической Деятельностью Если Это продолжать Делать В общественной Палате Не вижу ничего В этом плохого Почему бы и нет Все-таки Свою Свою Энергию Куда-то В общественное Русло Надо направлять Меня единственное Я уже Это постфактум Если честно То узнал Что Смутила Такая ситуация Что От Справедливой России Оказывается Было два кандидата И Я считаю Что это Не совсем Правильная позиция Потому что Ну давайте Мы сейчас Каждая партия Во время выборов Ну например Депутатов Куда-либо В ЗАГС Собрания В городскую думу Давайте Каждая партия Будет по пять Кандидатов А почему сложилась Такая ситуация С вашей точки зрения Если честно Я не знаю Говорят По крайней мере Один из телеграм-каналов Кировский Шептун Пишет Что в партии Раскол И постоянно Кстати Кировский Шептун Накручивает эту ситуацию Рассказывает Что там все плохо Плохо Справедливая Россия Ну я не вижу Никакого раскола И не вижу Что там В нашей партии Что-то плохо Но вот Именно эта ситуация Мне показалась Она просто странной Ну вот И естественно Голоса На пленарном заседании В том числе Раздербанились Если можно так Выразиться И безусловно Единая Россия Поддержала Своего кандидата Который Скажем так Ушел В общественную палату Олег Справедливая Россия Не спрашивали Что такое Вообще Товарищи Почему опять Не консолидировали Миней Я этим вопросом Не интересовался А интересно Почему это произошло Нет Мне В данном случае Когда уже Результат известен Голосование Ну как же так Ну пожурите Пожурите Сказать Что это Нелогично Товарищи Мы это Унесем В рамках Внутрипартийной Дискуссии Давайте Хорошо Хорошо Завтра в четверг Будет прямая линия С президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Мы предоставляем Вам возможность В нашем эфире Задать ему вопрос Вот если бы Вы оказались Как у Дудя Сейчас Что бы вы сказали Путину Если бы вы с ним Повстречались Например На прямой линии Завтра в четверг Отличная Уникальная Возможность Задать вопрос Какой вопрос Ну Мой вопрос Наверное Звучал бы Следующим образом Уважаемый Владимир Владимирович Сегодня В нашей стране Сложилась Такая ситуация Что По каждому Маломальски Поводу Проблемному поводу По Кривой крыше По протекшим Водопроводным трубам По изношенным Тротуарам Возле одного Жилого дома По Протекшим Резиновым сапогам Обращаются Люди Обращаются Непосредственно К вам Как К руководителю Как Лидеру Нашей нации Как Человеку Кто Единственный Способен Решить Их Проблему Люди Не могут Достучаться До местной Власти До региональной Власти Не дай боже До федеральной Власти И вынуждены Записывать Видеоролики Падать Ниц Вставать На колени Писать Бесконечные Письма Вашу Приемную Вот У меня вопрос Заключается В следующем Вы Сами Удовлетворены Вот Такой Вертикалью Властью Которую Которая Выстроилась В нашей Стране Которую Возможно В том числе И выстроили Вы Вот Вы сами Как человек Как руководитель Как действительно Лидер нации Естественно Вы лидер нации Потому что Большинство голосов На последних Выборах В выборах Показали Что вы лидер нации Вы набираете Тотальное большинство Голосов Вы сами Удовлетворены Такой ситуации Не считаете Ли вы нужным Все таки Развитие Политики На местах И управление На местах Не считаете Ли вы нужным Создание Качественной Эффективной Муниципальной И региональной Власти Которая будет Слышать людей Которая будет Выполнять Чаяние И требования Людей Не только Исходя Из вышестоящей Бумажки Которая была Спущена Из вашей администрации Либо из Какого-то Министерства И ведомства Вот я сейчас Как модератор Прямой линии С Путиным Скажу Что после первых Семи слов Я бы выключила Микрофон Ну во-первых Потому что это Слишком длинный вопрос Он включает еще И предложение А во-вторых Этот вопрос 100 тысяч раз Владимира Владимировича Уже задавали И если Только Алексей То есть вы все-таки Не верите Что он в курсе Вот этого всего И что он не удовлетворен Как есть выражение Царь-то знает Бояре подводят А вы считаете Что это так Здесь и работает Да я шучу Это всего лишь Такое выражение Понятно Ну ладно Я буду добрым модератором Все правильно Спасибо Я услышала вас Практически до конца Спасибо Это было особое мнение Алексея Кузьмина Программу вела Светлана Занько Всем хорошего дня Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM